Добрый вечер! Добро пожаловать в Большую игру. В игру, в которой участвуют блогеры и политики, эксперты и журналистов Сева. Здесь вы услышите разные мнения, в том числе и наше мнение, мои и моего коллеги, дипломата и политолога Ники Вашапидзе. Здравствуйте, Ника. Здравствуйте, Гелла. Приветствую наших телезрителей. «Красный дракон расправляет Крымья». Тема сегодняшней большой игры – Китай и его влияние на страны Южного Кавказа. Да, Китай – это актуально, и особенно актуально сегодня. Как бы вы охарактеризовали политику Китая на Южном Кавказе в регионе? Они никуда не торопятся. Это политика осторожная, это политика прагматичная. Последуя старой китайской поговорке, что не бойся медлить, бойся ничего не делать. Интерес, естественно, есть. Но он, вы правильно выразили, осуществляется в жизни путем неторопливого вовлечения, что очень даже в таком китайском духе и в стиле китайской внешней политики. Китай здесь присутствует экономически, как мы знаем. Но, тем не менее, было бы желательно, чтобы масштабы экономического вовлечения в грузинских реалиях были больше. Хотя для этого, естественно, нам самим тоже надо быть поактивнее. Но, вместе с тем, у нас есть поводы для оптимизма. Это и договор о свободной торговле с Китаем, подписание с компаниями China Energy Limited и Eurovision Invest, декларации об основании Банка развития Грузии. Китайская компания Xinfengene помогает восстанавливать чайные плантации в регионе Самогреллов, Царанжиха. Планируется увеличить авиарейсы между Китаем и Грузией. В Марнеуле открылся демонстрационно-тепличный комплекс, который призван помочь грузинским аграриям наладить выращивание овощей в теплицах. Ну и 28-29 ноября этого года в Тбилиси пройдет второй международный форум «Один пояс, один путь». О перспективах развития наших отношений мы попросили поговорить бывшего посла Грузии в Китае Мамуку Гавралице. Добрый вечер, Мамука. На этой неделе завершился 19-й съезд Компартии Китая, который, по мнению многих аналитиков, принял исторические решения. Несомненно, эти решения скажутся как на судьбе Китая, так и на мировой политике. Когда говорят о внешней политике Китая, обычно говорят о проекте «Один пояс, один путь». В двух словах для наших телезрителей, что это за проект? Проект, это можно назвать мегапроектом. Кстати, он был предложен Си Цзиньпинам еще в 2013 году, хотя он разрабатывался еще во время Ху Цзиньтао, но разрабатывался как в основном логистический проект. А сейчас уже после представления вот этого проекта, «Один пояс, один путь», который состоит из двух отдельных проектов, то есть это экономический пояс «Шелкового пути» и морской пояс «Шелкового пути». Это нельзя назвать только исключительно логистическим проектом. Я бы так сказал, что это больше политический проект, естественно, это экономический проект, чем только логистический. Кроме того, естественно, здесь есть и другие тоже мысли по поводу, скажем, увеличения интегрирования западного Китая в экономику Китая, потому что мы знаем, что Запад Китая еще сильно отстает от Востока. Кроме этого, там еще есть такая задумка, что при возможном конфликте с Америкой, значит, что Америка может очень быстро перекрыть все проливы и морские пути в Китайском море. Поэтому, естественно, развернуть сухопутные пути на Запад имело бы смысл. То есть там несколько разных задумок, но в основном все-таки это увеличение политического и экономического влияния Китая на Евразию, потому что Китай претендует на лидерство Евразии. Но ведь на лидерство в Евразии претендует и Россия. Не пересекаются ли тут интересы Пекина и Москвы? Россия и Китай оба являются как бы лидерами, но их пути обязательно пересекают в Центральной Азии. И об этом уже начали думать лидеры. И в 2015 году на саммите, который происходил в Москве, была подписана договоренность о том, что будут сопряжены два проекта. То есть проект евразийского экономического, так сказать, российского проекта и проекта «Шелкового пути». Это дабы исключить конфликты, которые, возможно, будут при увеличении интересов экономических и со стороны Китая, и со стороны России, и Центральной Азии. Кроме этого, мы можем совершенно точно сказать, что увеличение экономических интересов со стороны Китая обязательно приведет к увеличению и военных интересов. Появлению, я бы так сказал. Потому что пока в Центральной Азии военные интересы, они только в руках России. Сейчас только так обозначается Китай. То есть нам предстоят очень интересные времена. Я в этом не сомневаюсь. Но смотрите, как интересно получается. Если мегапроект «Один пояс, один путь» имеет не только логистическую, но и политическую составляющую, можно ли прогнозировать увеличение политического веса Китая в нашем взрывоопасном регионе? Ведь это бы могло сыграть стабилизирующую роль. Ну, в ближайшем будущем, наверное, нет. Потому что вы понимаете, что Грузия не является основной дорогой для «Шелкового пути». И там мы знаем, что есть несколько направлений, то есть есть коридоры на Россию, Белоруссию, потом на Балтику, Польшу. Основной путь все-таки – это морские пути, потому что это элементарно вычислить. Один контейнеровоз составляет около 300 железнодорожных составов. То есть заменить их железнодорожными путями совершенно невозможно, да? Тем более, что там на востоке Китая огромные хабы в виде Тяньцзина, Шанхая и Гонконга. То есть надо такие хабы построить еще, да? Китай на морском пути строит такие, кстати, хабы. Например, в Пиреях в Греции, а также в Одинске низких портов они Лима, по-моему, да, Лима используют как хаб. То есть основные пути все-таки – это морские пути, а не железнодорожные. Естественно, рассматривается очень интересный путь, где Турция очень активно работает по этому направлению. То есть это Центральная Азия, Каспий, потом это соединяется через Баку, КАРС, дальше уже в европейскую часть Турции. То есть вот это рассматривается, и Турция очень активно содействует этому проекту. Понятно, что для Китая мы не можем быть приоритетом. И у меня нет на этот счет иллюзий. И считать, что мы можем входить в первую пятерку или в первую десятку стран, приоритетных для китайской внешней политики, было бы немного наивно. Но давайте поставим вопрос по-другому. Для нас Китай должен быть приоритетом. Что мы должны делать для развития наших отношений? С нашей стороны, естественно, активные действия по направлению увеличения товара оборота с Китаем. И у нас очень серьезный дисбаланс в этом отношении. Импорт из Китая очень сильно превышает экспорт. Поэтому в этом направлении есть много возможностей. Тем более, что Китай дал нам зеленый свет как бы для торговли. То есть мы подписали с Китаем все объявляющие договоры о беспошлиной торговле. И это дает нам возможность еще больше увеличить поставки сельскохозяйственных продуктов из Грузии. Но вы понимаете, сельскохозяйственные продукты – это мечта в отношении к другим продуктам, которые импортируются из Китая. У нас очень маленькие объемы, поэтому, естественно, все-таки дисбаланс будет присутствовать. Ну вот в этом отношении мы еще, скажем, можем использовать то, что Китай ввел нас в число стран приоритетных для туризма, китайского туризма. Пока мы это очень плохо используем. Пока таких больших потоков китайских туристов в наше направление не наблюдается. Я думаю, что правительство должно очень активно работать. В финансовом плане мы как бы начали участвовать в том банке, который для шелкового пути был создан. Два банка, вы знаете, созданы для шелкового пути, два фонда. И в одном из них Грузия участвует как учредитель. Но участие тоже достаточно такое небольшое. А что уже сделано? Сейчас Китай же есть в Грузии. Сейчас Китай есть в Грузии, безусловно. Присутствует очень серьезная компания Хуалинь, которая базируется в Китае, в Синьдяне. И как раз вот шелковый путь – это одна из возможностей для Синьдяна, для того, чтобы подняться, потому что Синьдяна – один из депрессивных районов Китая. И вот этот Хуалинь инвестировал в Грузии достаточно большие деньги. Они построили целый городок поблизости от Юлийского моря. Сейчас там построена большая гостиница, где пристроится, я думаю, уже открылся, торговый центр. Кроме этого, мы знаем, что китайцы участвуют практически во всех инфраструктурных больших проектах. То есть это дороги, строительства туннелей и мостов. То есть Китай присутствует в Грузии. Ну, я бы надеялся, что Китай еще как-то увеличил бы свое присутствие в Грузии. Тем более, что есть возможности, есть очень много предстоящих инфраструктурных проектов, а мы знаем, что Китай в этом отношении действительно лидер мировой и Кольскора. Они в Африке проводят вот такие огромные работы инфраструктурные. Мы знаем, что, например, из Адис-Абеба сейчас в Джибути идет, то есть уже провели железную дорогу так далеко от Китая. Почему бы не сделать это в Грузии? Естественно, там интерес другой в Джибути военная база Китая. То военная база нам еще далеко, да и не нужно это. Но вот присутствие, политическое присутствие Китая, которое было бы основано на экономическом присутствии, это было бы очень важно для диверсификации вот как бы центров напряжения в Грузии и на Кавказе в целом. Большое спасибо за интересную беседу. Всего доброго. До новых встреч. Что же, будем надеяться, что Китай действительно будет увеличивать свое присутствие в Грузии, потому что это полезно и для Грузии, и для Китая. Впрочем, мы хорошо помним истерику в наших средствах массовой информации ту антикитайскую пропагандистскую компанию, которая в связи со строительством комплекса Хуалин в Тбилиси проводилась. Как можно противостоять этой пещерной архаике? Ведь, как говорят китайцы, если ошибся дорогой, то можно вернуться, а если ошибся словом, ничего сделать нельзя. Давайте не будем так жестко оценивать, потому что то, что вы сейчас обозначили, пещерная архаика, оно имеет свое основание в каком плане. Естественно, когда речь идет о больших китайских инвестициях и вовлечении этой страны в экономику, у общества закономерно возникает тревога в том отношении, что будет большой демографический наплыв и со всеми этими, значит, вытекающими последствиями. мы наблюдаем аналогичные настроения миграции из стран Ближнего Востока в Грузию и так далее. То есть, любые вот такие проекты и такие, значит, направления должны сопровождаться в стране совершенно внятной, стратегически разработанной и предложенной своим гражданам политикой и стратегией миграционных процессов в стране, где совершенно логично и четко будет обосновано, как все эти проекты будут выглядеть с миграционной точки зрения. И я, конечно, уверен, что если это все правильно и нормально разработать, никаких особых проблем быть не должно. Но в условиях, когда этого не делается, во-первых, такой просчитанной и серьезной миграционной политики я не вижу пока здесь. И, во-вторых, не происходит внятной беседы с населением в этом отношении, то в обществе возникают такие настроения, и потом определенные политические силы тоже стараются играть на этом и добиваться своих целей. То есть работать обязательно надо, китайские инвестиции обязательно надо привлекать, но все эти движения должны быть рассчитаны комплексно в плане всеобщего развития государства, в том числе ее миграционной составляющей. Но в проекте компании Хуаллинг не было ни слова о миграции. Это был чисто экономический проект. Надо было это наглядно объяснить нашему населению. То есть этого не произошло. То есть отсутствие обсужденной с обществом миграционной политики ведет к таким недоразумениям. И когда это наконец-то будет сделано, то и подобные проекты общество будет воспринимать адекватно. Будем надеяться. Мамука упомянула о неизбежном пересечении интересов Китая, который хочет стать лидером в Евразии с интересами России. Об этом мы решили спросить у программного директора Российского Совета по международным делам Ивана Тимофеева. Добрый вечер, Иван. В двух словах что вы можете сказать о сегодняшних российско-китайских отношениях? Россия и Китай сегодня это партнеры, конкуренты или и то и другое одновременно? Россия и Китай это прежде всего партнеры. Китай для России сейчас это ключевой партнер, один из основных партнеров на международной арене. Отношения развиваются очень динамично, прежде всего на политическом уровне. И в принципе общий вектор России с Китаем это постепенное движение к союзным отношениям. это еще очень длительный путь и собственно пока об этом и в России и в Китае рассуждают как об очень толкосочной перспективе. Но динамика положительная, я не исключаю, что спустя какое-то время по ряду направлений наши отношения могут даже перейти в формат союзнических. Что касается конкуренции, то я здесь какой-то принципиальной конкуренции по политическим вопросам не вижу. у нас есть разные подходы к каким-то отдельным вопросам, что нормально и для партнера в том числе. Но в целом уровень понимания глобальной проблемы, региональной проблемы достаточно совпадающий. Да, я бы сейчас о какой-то конкуренции не говорил. Ни в военно-политическом плане, ни в экономическом. В принципе, граница наша достаточно серьезно демилитаризирована в сравнении с временами холодной военной территориальной проблемы все решены. Поэтому, собственно, конечно, в любых отношениях есть сложности и у нас есть определенные разные позиции по каким-то вопросам. Но в отношении с Китаем сейчас у нас одни из лучших собрать крупные державы. Китайский мегапроект «Один пояс, один путь», как известно, предполагает несколько маршрутов доставки грузов из Азии в Европу. Один из них северный через Российскую Федерацию, другой через страны Центральной Азии и Кавказ. Как, по вашему мнению, являются ли эти проекты конкурирующими или они дополняют друг друга? Вы знаете, я считаю, что все они в принципе дополняемые и здесь нужно понимать, что вот эти сухопутные пути через Центральную Азию, через Россию, через Кавказ и Закавказья это все-таки второстепенные все маршруты, потому что основной шелковый путь это все-таки морской. И если мы с точки зрения экономики посмотрим, перевозка грузов по суше достаточно дорогостоящая, строительство инфраструктуры тоже обойдет немалые деньги и рентабельные перевозки могут быть для достаточно узкого набора товаров. По морю везти проще портовую инфраструктуру модернизировать тоже, в общем, дешевле. Это дорого, но это дешевле, чем строить дополнительные железные дороги и так далее. То есть морской путь, он все-таки будет основным. здесь там свои есть партнеры уже и контакты у китайцев с есовцами и с итальянцами и с голландцами и с немцами, которые, в общем, рассматривают разные варианты по портовой инфраструктуре. Поэтому в любом случае нам не стоит переоценивать вот эти сухопутные пути. Они важны, хорошо, если они будут. Хорошо, если будут пути через Казахстан и через Россию, через другие страны. нужно дарить себе отчет, что все-таки главная составляющая шелкового пути. Вопрос о политическом присутствии Китая на Южном Кавказе сейчас его практически нет, но многие аналитики считают, что оно практически неизбежно в силу развития транспортных коммуникаций, китайских инвестиций и так далее. То есть логика экономики сама заставит Китай делать это. Может ли Китай играть стабилизирующую роль в нашем взрывоопасном регионе? Вы знаете, я бы пока все-таки оценивал такое присутствие политическое как очень-очень долгосрочную перспективу. Китай вообще избегает какой-то активной роли в конфликтных ситуациях. Он не хочет, чтобы его увлекали в противоречия региональные как одной из частей. Он не дает себя использовать как силу против кого-то. Поэтому к тому же нужно понимать, что Китай все-таки в его структуре приоритетов Кавказский регион он не главный. Хотя я знаю, что китайско-грузинская торговля растет и Китай один из важных партнеров Грузии. Есть идеи по инфраструктуре, инфраструктурным проектам в Грузии. И я не исключаю, что все эти проекты китайцы смогут реализовать на пользу странам региона. Но это не значит, что будет пропорциональный рост какого-то политического присутствия. То есть мы китайскую политику не должны воспринимать сквозь западные линзы. Западный подход, что если ты что-то делаешь, то ты обязательно должен военную базу открыть или какие-то свои застолбить штыки свои или завуалированно что-то сделать чтобы утвердиться. Это не китайский подход. Китайцы будут этого избегать. То есть они будут пытаться получить свою экономическую выгоду и не ввязываться в затратные какие-то политические игры. Пока им это сильно не нужно будет. Большое спасибо за интересную беседу. Всего доброго. Ника, смотрите, как интересно получается. Все хотят дружить с Китаем и Китай хочет дружить со всеми. В интервью порталу Ньюс Кавказу посол Китая в Грузии так ответил на вопрос, не мешают ли китайским инвесторам в Грузии непростые отношения между Тбилиси и Москвой. Господин посол сказал следующее. Я считаю, что грузино-российские отношения должны нормализоваться и так как ваше правительство стремится к этому это очень хорошо. У нас, говорят, близкий сосед дороже дальнего родственника. Поэтому мы всегда придерживаемся принципа, что нужно дружить со своими соседями, так как друзей можно выбирать, а соседей нет. Я очень ценю правильную политику вашего правительства по преодолению проблем, связанных с Россией и стремления к налаживанию отношений. И, конечно же, необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга. Я с этим абсолютно согласен. То есть, смотрите, Ника, посол обозначил приоритеты налаживания отношений, но при том территориальная целостность и суверенитет. Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, в общем-то, наша позиция тоже совпадает именно вот с таким подходом. Конечно, Грузия очень заинтересована в нормализации отношений с Россией и главным препятствием для этой нормализации является вопрос территориальной целостности, где, к сожалению, Россия занимает очень неправильную и деструктивную позицию. И, естественно, эти два вопроса очень тесно взаимосвязаны. А Китай мог бы, ну, хотя бы теоретически сыграть какую-нибудь роль в этом конфликте, в этих отношениях? Ну, как мы знаем, на данном этапе, и, наверное, это будет продолжаться какое-то время, Китай избегает своего политического вовлечения в этот вопрос. И, пожалуй, пока что мы не должны рассчитывать на то, что Китай будет более или менее активно в этом участвовать. Однако сам процесс китайского экономического расширения, расширение его сотрудничества с прилегающими регионами, более дальними регионами, в том числе и нашим. Естественно, как фактор будет усиливаться и будет играть свою важную политическую роль во всех вопросах и процессах. И, очевидно, этому способствует проект «Один пояс, один путь». Вообще, когда мы говорим о Китае, мы говорим прежде всего об этом проекте. Поэтому вполне логично узнать позицию наших соседей. У нас на связи докторант Берлинского университета политический аналитик Гейдар Мирза. Добрый вечер, Гейдар. «Насколько китайский фактор важен для Азербайджана? Вообще, какую роль играет Китай во внешней политике Азербайджана? Какие осуществляются проекты?» Азербайджана? у нас такое двойственное, особенно если речь идет по транспортным энергетическим коридорам, то внешняя политика Азербайджана в отношении с китайской страной носит несколько двойственных характеров. С одной стороны, интересно, вот китайская страна очень активно участвует во всех проектах, интересуется, и они пристально судят ситуацию на Ужном Кавказе, особенно касательно critical infrastructure, транспортно-инфраструктурных проектов, но здесь имеется, и они, как я сказал, участвуют в этом, то есть это даже гуглить не надо, то есть от нефтяных газовых проектов до транспортных, до финансирования этих веществ, китайская страна присутствует на Ужном Кавказе, но есть небольшое такое, а возможно оно и серьезное, противоречие с интересом азербайджанской страны в том, что концептуально, когда мы рассматриваем, например, когда на Ужном Кавказе говорят о транспортных коридорах, в контексте энергетическом, то все имеют в виду, что энергозапасы, например, той же Центральной Азии, они должны идти в западном направлении, в европейском направлении, что выгодно Азербайджану и Грузии, в перспективе даже Армении может быть, театрически, потому что мы заинтересованы в том, чтобы этот поток работал налево, грубо говоря, если он пойдет правее Средней Азии, то мы ничего от этого не увидим, а вот китайские интересы как раз-таки, они заточены на то, что у китайцев, вы знаете, у китайцев колоссальные энергетические потребности, поэтому они заинтересованы в том, чтобы, если речь идет о транспортно-энергетическом, если о hydrocarbons, нефт, газ и так далее, то китайцы заинтересованы в том, что это все шло им, и касательно инфраструктуры, они больше, да, они больше заинтересованы именно в грузоперевозке, это автомагистрали, железнодорожные, впрочем, мы видим это вот на примере заинтересованности китайской страны в сотрудничестве с русскими по Евразии. Что касается транспортной инфраструктуры, понятно, что на сегодняшний день самый важный проект для нас это Баку-Тбилиси-Карс, но кроме этого у Китая практически готов южный путь через Иран и Пакистан. В Пакистане все было сделано очень быстро, по другой причине, вы знаете, там есть еще и база фактически, военно-морская, да, порт, поэтому он носит, пакистанское направление, оно носит такое, также очень серьезный военный элемент, если китайцы подскажут. Здесь по Южному Кавказу тут иная ситуация, потому что здесь, здесь, понимаете, все-таки с российской стороны Китая, китайцы сталкиваются не с таким комплексом интересов, например, противоречий на Южном Кавказе, с каким они сталкиваются в Пакистане, естественно, тому массу причин. А касательно даже всей этой инфраструктуры, я думаю, что потенциал есть, например, вот в том же контексте Бакут-Билиси-Карс, потому что я вот в тот день смотрел цифры по Бакут-Билиси-Карс, меня не привлекло внимание то, что на начальном этапе планируется ее загрузить только на половину мощности, там, по-моему, если не ошибаюсь, около 17 миллионов поток Capacity, из него там где-то 6-6,5 будет использовано. То есть там есть достаточно большой спейс для того, чтобы подключать дополнительные газеты о потоке и в контексте того, что мы обсуждаем сегодня очень символично, что первый груз пойдет из Казахстана. Это я прочел вчера, что первый груз во время открытия, который пойдет, значит, поток, это будет символично в каком отношении? То, что это все-таки проект, который является частью чего-то большего. То есть Средняя Азия, Китай, то есть вот это вот the great silk revolution, скажем так. Но есть, конечно же, ну, помните, вот Бахут Белеси Джейхан возьмел, какие были опаски, какие были изнахантасмагорические какие-то сценарии, там, что кто-то придет взорвать трубопровод, все накроется, там, так. Вот. Любая supercritical инфраструкция, вот эта вот supercritical инфраструктура, она, помимо выгоды, приносит еще и ответственность тем сторонам, на территории, которых она находится. Я думаю, что при всех этих выгодах, которые мы сейчас описали, там, от Китая до Луны и все остальное, есть ответственность. И в данном случае, в случае, вот, например, того же Пахут Белесика, соответственно, грузин, очень большая. Потому что, например, в случае, если мы говорили о газовой трубопроводах, то они большие, и большая их часть не по территории Турции проходит. Вот. И там мы могли сказать, что, да, у турок большая ответственность. А здесь, вот, в случае Пахут Белесика, с железной дороги, здесь, вот, мне так кажется, что, вот, наиболее критичный участок будет вот та часть, которая проходит по территории Грузии, и в том числе, наиболее, как бы, security sensitive, скажем так, то чувствительно к вопросам безопасности. Ну, и в контексте там, конечно же, социально-экономического развития вот региона между Тбилисией и границей с Турцией. Насколько полно Азербайджан, да и вообще страны Южного Кавказа используют потенциалы сотрудничества с Китаем? Ведь он огромен. Есть очень серьезные синергии. Синергия – это то, что у китайцев очень много кэши, денег, наличности, и они всегда ищут место, куда это вложить. В Азербайджане сейчас не самые лучшие экономические времена и как раз-таки ставят вопрос под дополнительных плеванинов, потому что нету наличности валюты. Китайская сторона, я думаю, сегодня ограничивается в Азербайджане не реально своими возможностями или не заинтересованностью азербайджанской страны, а интересами третьих сторон. И в Азербайджане все проще, потому что с китайской стороны внешняя политика Азербайджана довольно сумеренна, она построена на комплементарности и прочее. Но в любом случае с китайской стороной есть очень большие... То есть сотрудничество может носить гораздо более богатый и разносторонний характер, чем сейчас. Но я приведу пример другой страны. Вот возьмем Армению, которая тоже китайскому направлению очень серьезное внимание уделяет. И я вижу, что это вызывает определенные реакции в Москве среди аналитического экспертного сообщества. Это как бы соответствующий развит признак, потому что во что теоретически может китайская страна своих интересов на Кавказе перед? То есть все упирается в сопротивление Москвы? Надо учесть природу китайской дипломатии, внешней политики. То есть китайцы, они никогда не форсируют события, они не ведут себя слишком нагло и неадекватно на зонах интереса других игроков. Они ведут себя, как бы, я сейчас не распаливаю китайскую сторону, но как бы они ведут себя на чужой территории, так как они считают, что нужно играть на их поле. Потому что они сами-то довольно замкнутые и очень болезненно реагируют на активность возле Тайваня, в определенных регионах, в Сен-Занью-Гори, там на границах Средней Азии и прочее. И они соответственно еще относятся, они понимают критичность Южного Кавказа. Большое спасибо за интересную беседу, всего доброго, до новых встреч. Действительно, китайцы никогда не форсируют события, никогда не ведут себя слишком нагло и агрессивно. Но вот последняя фраза Гейдара о том, что они понимают критичность Южного Кавказа, думаю, особенно интересно. Ника, исходя из вашего опыта, является ли однозначно прозападный вектор внешней политики Грузии препятствием для развития грузинок-китайских отношений? Или китайцы все понимают и проводят свою политику, независимо от этого фактора? Я думаю, никак не является и Китай по этому вопросу внешнеполитической ориентации Грузии никогда никаких возражений или каких-то обеспокоенности не выражал. Как мы знаем, главное направление внешнего сотрудничества с нашим регионом, в том числе у Китая, экономическое, и оно никак не входит в противоречие вот с нашей политической ориентацией. И я думаю, и в дальнейшем Китай будет достаточно деликатным в этом направлении. Да, исходя из того, что Китай вообще деликатен. Интересно, как развиваются отношения Китая с нашим другим соседом, с Арменией. О присутствии китайского фактора в Армении мы попросили рассказать публициста, главного редактора русской версии портала «Аровод», автора целого ряда публикаций по армяно-китайским отношениям Рубена Меграбяна. Добрый вечер, Рубен. Китай – огромная страна, один из мировых лидеров сверхдержавок. Китай в Армении есть? Китайский фактор в Армении присутствует? Несомненно, китайский фактор в Армении присутствует и китайского фактора в Армении становится все больше. Нужно сказать, что для этого есть определенные не только местные, но еще и региональные предпосылки, которые привлекают Китай сюда. В том числе предпосылки, связанные с Ираном и связанные с Грузией, обеспечивающей выход Китаю на берег Черного моря, из которого, в общем-то, открывается весь европейский рынок. Поэтому интерес Китая можно понять. Но интерес Китая не только транспортно-экономический, но и в определенном мере политический тоже, потому что такие планы предполагают предсказуемость в регионе, во всяком случае, в плане военно-политической стабильности. об этом китайские представители тоже заявления делали неоднократно во время встреч с представителями Республики Армения. То есть политическая составляющая в проектах присутствует. Из этого можно сделать вывод, что Китай заинтересован в мире стабильности на Кавказе. Это так? Да, это именно так. И тут логика понятна, потому что это бизнес, и при том бизнес стратегической важности для Китая, потому что наш регион является частью этого великого китайского замысла нового шелкового пути, который будет соединять континент Евразии от Шанхая до Лондона. Поэтому, естественно, чтобы этот путь заработал, этот путь будет нуждаться в мире. В конце концов, китайцы отличаются тем, от политических элит, скажем так, стран западного сообщества, тем, что они думают не о следующих выборах, а о следующих поколениях. Поэтому им торопиться некуда. У них такое историческое ощущение всего того, что они делают. Причем они умеют извлекать уроки из истории. Они понимают, что этот старый Великий шелковый путь прекратил свое существование именно из-за того, что начались войны и возникли разделительные линии, которые разделили этот путь. теперь Китай своим замыслом вот как на нитку нанизывают бусинки стремится как-то гармонизировать интересы всех участников на основе общего экономического интереса. Стало быть, мир является просто обязательным условием для того, чтобы все это заработать. А какие проекты осуществляет Китай в Армении сегодня? Те инфраструктурные проекты, в котором задействован Китай, они имеют еще и местное и региональное значение. То есть они если будут иметь отношение к новому шелковому пути, так только в будущем. Но тем не менее Китай сейчас взялся за строительство одного важного фрагмента на пути на автомагистрали север-юг. Кроме того, не прекращаются разговоры о том, что ищут возможности финансирования железной дороги между Арменией и Ираном. Третье, в чем задействован Китай, это значит война в армянской энергетике. То есть китайские компании работают в Армении, работают над тем, чтобы создавать мощности по возобновляемой энергетике. И еще хотел бы обязательно подчеркнуть, Китай в Ереване строит самое большое посольство, как они отмечают, в евразийском регионе. Что подразумевается под евразийским регионом, я сказать затрудняюсь, но я просто процитирую китайских представителей в этом отношении. И, кстати, он немного будет только уступать американскому посольству по своей величине этого комплекса, только Соединенным Штатам. То есть Китай делает очень серьезные шаги в Армении, нацеленные на долгосрочную перспективу. Что бы вы посоветовали властям Армении для большего привлечения Китая в Армению? Во-первых, нужно как-то гармонизировать интересы Армении и Китая. То есть если у Китая есть какой-то замысел в масштабе континента, то там Армения должна занимать позицию, чтобы Армении было как можно больше в этих проектах. и стало быть созданием определенных условий и своими шагами навстречу этим проектам заинтересовать китайскую сторону. Кроме того, сейчас очень большое количество студентов Армян учатся в Китае и причем обучение проходит на китайском языке. Переваня открыт. Один из самых больших в регионе центров китайской культуры и китайского языка Центр Конфуция, причем находится именно в лингвистическом университете Армении и причем под покровительством китайского посольства в Ереване. Китай очень большое значение придает культурным связям и историческим связям вообще армян и китайцев, потому что эти связи еще идут с раннего среднего века, и об этом в Китае хорошо знают во всяком случае те, кто представляет эту страну в Армении. И на этом делается большой акцент. Древний Великий Шелковый путь, когда он работал, там армяне имели очень большую роль, это известно из истории, и об этом тоже китайцы в общем-то знают. То есть Армения для них не какая-то экзотика, для них сегодняшняя Армения это как-то восстановление того, в том числе и восстановление того, что было в истории. Китайцы это нация с пятитысячелетней культурой, и для них эти исторические аспекты тоже имеют очень большое значение. Большое спасибо за интересную беседу, всего доброго, до новых встреч. Итак, китайцы это нация с пятитысячелетней историей, и для них это имеет большое значение. Они мыслят поколениями так. Как вы думаете, Ника, насколько наши политические бизнес-элиты понимают важность Китая для будущего развития Южного Кавказа? Насколько они способны найти общий язык с представителями китайской элитой? Или мы вообще говорим на разных языках? Общее понимание, конечно, есть. И масштабы Китая, и его экономики всем известны, в том числе и нашим бизнес-элитам. Однако необходимо от этого общего понимания делать более смелые и большие шаги уже вглубь. В плане изучения китайского рынка, специфики китайских бизнесменов и инвесторов. И здесь, конечно, есть еще очень много чего надо сделать. И, разумеется, наши бизнес-структуры должны, часть из них, конечно, это делает, но это надо еще более развивать, учиться, как работать с китайскими партнерами. У каждой страны есть своя специфика, она, разумеется, есть у Китая тоже. Это надо очень интенсивно изучать, смелее внедряться в эту область. И, конечно, огромнейший китайский рынок, он раскроет инвестиционный потенциал, раскроет огромные возможности для Грузии. Тут я особо хочу подчеркнуть, что работать надо именно в обоих направлениях. То есть в освоении китайского рынка, который, если брать масштабы Грузии, поистине безграничен. И, я думаю, здесь очень много еще не задействована того, чего могло быть задействовано. Ну и, конечно, в плане привлечения китайских бизнесменов и инвестиций в Грузию тоже. Многопрофильное экономическое сотрудничество, направленное именно на эти двусторонние и в плане импорта, и в плане экспорта, но основанные на экономическом развитии, на портфельных инвестициях. И, конечно, в первую очередь на максимальную активность Грузии в плане использования экспортного потенциала для нашей страны, вот этого громадного рынка. Вот что нам нужно. И тут, конечно, должны быть задействованы гораздо большие усилия в этом плане, потому что масштабы и перспективы здесь действительно очень большие. Ну что ж, наверное, еще можно, может, я бы добавил от себя информационную составляющую, потому что кто предупрежден, тот вооружен. это понятно, что информация... Конечно, мы должны обязательно следить за тем, как живет Китай, как развиваются внутренние процессы там экономические, и культурные, и политические. Вообще эту страну, эту культуру надо делать как можно более понятно и близко для нашего населения в целом. Хорошо, что у нас существует институт Конфуция, он готовит молодые кадры сознанием китайского языка и Китая. Эти люди неизбежно станут живым мостом между нашими двумя странами, но этого недостаточно, надо делать больше. В современном мире надеются на то, что крупные державы заинтересуются твоей страной в силу противостояния с друг с другом или по каким-либо иным причинам. Наивная парадигма прошлого века. То есть заинтересоваться, конечно, могут, но ждать этого можно до бесконечности. Сейчас время конкуренции. Конкуренции за ресурсы крупных держав, причем за ресурсы как экономические, так и политические. Время активного продвижения и предложения своей страны в качестве надежного партнера и интересного места для вложений. По-другому не получится. И в такой парадигме внешней политики роль и место Китая для нас кардинально возрастает. На сегодня большая игра подошла к концу. Закончим мы ее одной китайской мудростью. Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал камешки. Большое спасибо, Ника, за интересную беседу. Спасибо. Китайские мудрости нам действительно не помешают. Думаю, даже помогут. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова